Приветствую вас и прежде всего хочется сказать, что нормы как таковой нет вообще. То есть нету какого-то эталона нормальности, когда речь заходит о людях, о их поведении и так далее. И если вам кто-то говорит о норме, то этот человек явно чего-то не понимает, чего-то не знает и вообще говоря преследует некие коричные мотивы относительно того, что он уходит от вас. Дело в том, что внутренняя речь, внутренняя речь, она непрерывна, она активна всегда. Но когда мозговая активность через всю сильна, она может проявляться и в виде диалога с собой. И в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего аномального, ничего ненормального, но при условии, что вы не делаете этого, когда находитесь с другими людьми. Предположим, у вас есть очень много мыслей. И если эти мысли не отлучить, если оставить эти мысли на уровне внутренней речи, то они могут исчезнуть, они могут пропасть. И вы, конечно же, этого не хотели бы. Вам, конечно же, нужно, чтобы они были, чтобы эти мысли у вас остались. И для этого вы как раз таки и делаете такую вещь, как проговариваете их слух. Это нормально и очень правильно, полезно. Если же вы в присутствии других людей так же говорите с собой, то вот это уже некий признак аутистического поведения. То есть, когда человек как бы погружен в себя, а когда он не видит других людей в качестве своих собеседников, а воспринимает только себя, это некая такая форма аутизма, некая форма доособленности от других. И вот в этом случае могут быть проблемы. Иными словами, если у вас нету никаких аномалий при общении с другими людьми, и вы просто находясь наедине с собой, ведете диалог сама с собой, то это абсолютно нормально и хорошо. То есть, на самом деле, это даже признак того, что у вас постоянно происходит процесс синтеза или деференциации. То есть, постоянно происходит какой-то процесс познания, ведь мы не что-то говорим. А раз мы что-то говорим, значит, мы о чем-то думаем. А раз мы о чем-то думаем, значит, мы мыслим формально, то есть, мы оперируем формальными понятиями, понятиями, понятиями отличными от конкретных привязок, и это делает нас более полными, более опытными, более приспособленными к жизни. И когда вы окажетесь в ситуации, в которой у вас не будет решения, очень может быть, что подобная практика, практика разговора самим собой, поможет вам получить тот самый опыт, поможет вам найти то самое решение, задачи, которое вы бы никогда не нашли, не разговаривая сама с собой. Не нужно этого стесняться, не нужно этого как-то бояться, не нужно комплексовать по этому поводу. Люди вокруг вас действительно могут негативно относиться к подобным проявлениям, связанным это с тем, что, ну, некоторым людям, в этом, действительно, немного жидковато, когда другой человек разговаривается сам с собой. Некоторые люди просто начинают как-то пытаться прислушиваться к тому, что человек говорит, и это им не очень нравится, не очень по душе, потому что они не могут понять, что именно человек говорит, или не понимают, о чем он говорит. Ну, а некоторые могут просто завидовать тому, что вот вы, например, со временем чем-то думаете, во время какие-то мысли высказываете, да, а другой человек этого не делает, он может совершенно спокойно смотреть, например, в одну точку и ничего не делает, ничего не думает. И от этого, конечно, на вашем фоне такой человек выглядит менее выгодно, о чем он интуитивно догадывается, и что ему, безусловно, не нравится, что его не устраивает. И в этой ситуации, вот именно по этому, вам нужно для себя уяснить, что ваше поведение, ваш такой образ жизни, он абсолютно нормальный. А вот если он начинает причинять вам дискомфорт, то есть если вы, например, не можете управлять этим, если вы не можете контролировать это, если вы чувствуете, что вам общение с самой собой более интересно, чем общение с другими людьми, например, то вот в таком случае, вот в таком случае это уже не нормально, и в этом случае вам нужно будет, наверное, обращаться к специалистам, хотя бы на нашем присутствии, чтобы мы помогли вам понять причину, по которой у вас произошел такой перекос в сторону диалога с самой собой. И выяснив причину, мы поможем ее устранить, и тем самым вы снова будете находиться в балансе между диалогом с другими и диалогом с собой. Но вообще даже, вот заканчивая, хочется сказать, что диалог с собой, он повесен, он помогает лучше понять, что человек хочет сам для себя, и с точки зрения личности нужно договаривать с собой, чтобы в диалоге с собой открывать какие-то новые элементы своей индивидуальности, новые элементы своих целей, новые элементы своих желаний, стремлений и так далее. Без диалога с собой это невозможно. А как этот диалог вы ведете? Про себя или вслух, это зависит от личных предпочтений человека, от его характера, от темперамента, ну и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.